Шалом, дорогие друзья! Приветствую вас из города Великого Царя. Это вновь программа «Слово из Иерусалима», друзья. Я рад сегодня быть там, где вы находитесь, через эту программу, через эту передачу. В конце этой передачи вы увидите наши координаты на своих телеэкранах или смартфонах, компьютерах. Пожалуйста, пишите, звоните, сделайте свой отзыв, друзья. Я верю, что эти программы назидательно действуют на вас и на ваши жизни. Я верю, что ваши жизни меняются, и вы приносите плод во время свое, как написано в Библии. Со мной сегодня в этой студии находится пастырь из Верхнего Назарета, священнослужитель Сергей Бочарников. И просто мой друг, как я всегда говорю. Шалом, пастырь! Шалом, добрый вечер! Друзья, мы говорим сегодня на интереснейшую тему. Куда катится мир? Вот я так бы озаглавил эту программу. Вообще, пастырь Сергей, ты по своей сути оптимист или пессимист? Нет. Но это, конечно, вопрос такой очень интересный, и трудно даже ответить на него. Но ты честный человек, я вижу, поэтому ты сразу не сказал, я оптимист. Ну да, я не могу. Но ты же верующий, ты, подожди, ты же верующий, ты же должен быть оптимистом, ну смотри, ну, ты же должен верить в лучшее, что все будет хорошо. Ну, как раз мы не находим таких слов в Библии. Вот, это интересно. Оптимист и пессимист, таких слов нет. Да. Просто это, ну, как бы, очень удивительно то, что, вот, ну, разное время есть в жизни. И Соломон говорит о том, что есть время, есть ему свое время. И очень часто люди в жизни, они путают, но они не могут распознать время. Знаете, вот, Иисус Христос, он плакал, когда народ израильский, он не распознал времени посещения. Это удивительно, что вот Иисус немного раз плакал, но это был один из очень таких моментов серьезных. Два раза, по-моему, он три раза плакал, три раза. Сколько я помню, я помню два раза, но, может быть, да, три раза. Нет, три, я имею в виду, потому что написано в евреях, что он принес вот эти мольбы. Моление, да, да, это было там, в Гефсиманском саду, и вот когда он спускался в Иерусалим, и он говорил об этом. И когда за Лазаре, да, по-моему. Да, 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 три раза, наверное, Библия говорит, да, все правильно. Но очень удивительно, что время, мы не распознаем время, и нам, когда человек, он начнет распознавать время, ему будет легче жить. Ну, подожди, я тогда тебе задам такой вопрос, оптимист или пессимист, ты мне все-таки не ответил, ты сказал, что я верующий, аллилуйя, слава Богу. Тогда я задам такой вопрос, ты веришь, что в мире будет лучше? В каком мире? У каждого свой мир. Я, как истинный еврей, вопросом на вопрос. У каждого, понимаешь, у каждого свой мир. Да. Но на самом деле нет, на самом деле Библия говорит, что не будет лучше. Знаешь, 60-я глава, по-моему, да, или 61-я говорит? Вот я только подумал, ты сразу это поймал, 60-я глава Исаии. Да, там написано... Давай прочитаем, что там написано. Да, это место очень, оно говорит, оно говорит именно о наших днях, оно говорит о последнем времени, оно говорит то, что будет с миром. Но меня радует то, что я живу в Израиле, и, конечно, ну, не всем людям это нравится, даже верующим даже это не нравится. Они как бы стараются вот тот мир, ту страну, где они живут, они думают, что это относится к ним. Но на самом деле это относится к Израилю. И я лично, я сегодня живу и вижу это реально, как это происходит сегодня. Это слово. Восстань, светись, Иерусалимово, пришел свет твой, и слава Господня взошла над тобою. Ибо вот тьма покроет землю и мрак народы. Это уже второе пришествие уже. Это то, что происходит тьма. Это уже второе пришествие, потому что 53-я глава – это первое пришествие. Да, тьма покрывает народы, мрак приходит, и лучшего ожидать нечего. «А над тобою воссияет Господь, и слава Его явится над тобою. И придут народы к свету твоему, и цари к восходящему над тобой сиянию. Возведи очи твои и посмотри вокруг. Все они собираются, идут к тебе, сыновья твои издалека идут, и дочерей твоих на руках несут. Тогда увидишь и возрадуешься, и затрепещет, и расширится сердце твое, потому что богатство моря обратится к тебе, достояние народов придет к тебе». И так далее и тому подобное. «Восстань, святись, Иерусалимову пришел свет твой, слава Господня взошла над тобою. Ибо вот тьма покроет землю и мрак народа, а над тобой воссияет Господь, и слава Его явится над тобою». Да, интересно. Поэтому в каком мире, какой человек живет, человек может… Понимаешь, для каждого человека есть свой мирок. Кто-то вот думает, вот он построил свой мирок такой, такая маленькая квартирка, и там маленький уголочек из свой мирок, и человек говорит… Нужно квартиру расширить, то есть. Нет, ну нам нужно выходить сюда за пределы и смотреть, нам нужно знать, вот Слово Божие, оно открывает. Хорошо, Библия говорит, что мир лежит во зле. Согласен ли ты, что мы живем в последние времена? Потому что еще более тысячи лет назад, две тысячи лет назад было вот это слово, что мы живем в последние времена. А, это последние времена, это последние времена. Апостол Павел говорил, Петр говорил, по-моему, там апостолы говорили, что… Ты согласен, что сегодня конкретно… Знаешь, один пастырь, известный пастырь из Америки, он сказал интересную вещь. Он сказал, что последние времена начались с 1948 года, как вновь нация израильская образовалась как… Ну, она была всегда, но то есть они вернулись на исконную землю, на землю праотцов и образовались вновь эти люди как нация, как единая нация. Ты согласен с этим? Я думаю, частично, да. Я согласен с этим. Потому что в Библии написано, в перечислении тех признаков, которые перечислял Иисус в последнее время в 24 главе Евангелия от Матфея, там мы находим, он сказал, очень заострил это внимание, чтобы люди наблюдали за смоковницей. Смоковница символизирует Израиль, безусловно, все понимают это и знают. И когда образовалось государство Израиль, мы понимаем, что действительно это было начало последнего времени. Когда будет конец последнего времени, это тоже вопрос очень интересный. Ты знаешь, когда будет конец? Не дано нам знать времена и сроки, Иисус сказал. Вам не дано знать времена и сроки. Нам нужно быть готовыми. Ну, ты даешь нам такую реалистическую картину вещей. То есть, все будет плохо, но только в Израиле, что ли, будет хорошо? Я не могу понять. Ну, это, конечно, ну, как бы, говорить людям, которые верят. Нет, естественно, что, ну, если кто-то построит в своем доме Израиль, то там ему тоже будет хорошо. Это что, знак? Нет, конечно же, мы должны знать, дорогие друзья, что где бы мы ни оказались, для верующего человека Бог его будет везде благословлять, хранить и проводить через разные испытания, через разные, Бог будет проводить. Люди веры, они будут проходить и жить везде по вере. Это безусловно. Но вопрос в том, что… Скорби будут все-таки? Конечно. Скорби – это часть жизни верующего человека. Вопрос в том, что меня удивляют некоторые вещи, некоторые заявления верующих, ну, в разных странах, в разных народах. Они, знаете, ну, вот, пастор Роран, они, эти люди, они как бы, ну, они не живут как будто бы в тех странах. Они как будто бы вот в нереальности того, что там происходит. Ну, непонятно. Они в своем мирку живут. И они говорят о своей стране вот такие вещи, которых там нету на самом деле. Ну, библейские такие прозвращения, как я всегда люблю называть, лозунги такие. Они, ну, как бы на демонстрацию вышли. А когда мы делаем лозунги, это нормально? Они пришли в церковь. Секунду, секунду, хорошо. Я не заявляю. Хорошо. Они пришли в церковь свою, и они провозглашают там со сцены, и с кафедры, и они там маршируют, и они там говорят лозунги. А реальность совсем другая. Ну, подожди. И мало людей, мало людей, которые, я знаю, я встречаюсь с такими людьми, которые реально, реально говорят ситуацию, в каком находится их земля. Подожди, ну, это не по вере, это не по вере, пастор Сергей. Как это? Мы же должны верой брать, верой провозглашать. Мы должны верой брать, но мы должны в первую очередь согласиться, то, в чем мы сегодня находимся. И если наша ситуация ухудшается, мы должны признать, что она ухудшается, а потом из этого выходить уже верой. Но не так, чтобы когда мы, знаете, когда мы сидим в луже, извините меня за выражение, и говорить, что я не в луже, это не вера, я не считаю, что это вера. То есть человек сидит в луже, он говорит, что он в море? Да, и он говорит, что он в море, но это не вера, это не вера, и он ничего не делает, чтобы вылезти из этой лужи. Хорошо, ну, значит... Он оптимист, вот такого человека я могу назвать очень таким великим оптимистом. Ну, все шли, и я пошел как, знаешь? Ну, я могу тебе про всех рассказать интересную историю, но не будем ее рассказывать. Я понял. Хорошо. Так все-таки будет хорошо или не будет хорошо? В Израиле. Что в Израиле? Будет хорошо. Ну, в Израиле у тебя, допустим, сложная политическая ситуация. У нас в Израиле, не у тебя, у нас. Да. И у меня точно. Нет. У нас в Израиле сложно... Я тебе отвечу на этот вопрос. Да. 26 лет практически скоро будет, как я здесь живу. И я видел, как Бог каждую сложную ситуацию, которая возникала здесь, политическая, экономическая, ситуация безопасности, любая ситуация, которая возникала, Бог выводил. То есть, другими словами, Бог контролирует. Я вижу во всем руку. Хорошо. А что, Бог не контролирует, допустим, Голландию или Америку, или, я не знаю, там, какую-нибудь другую страну, Францию, Германию, Россию, я не знаю, Грузию. Бог же контролирует всякую ситуацию. Господня Земля и все, что наполняет ее Вселенной и все живущие в ней. Господь контролирует всю Землю. Да. Но здесь Земля, которую Он дал своему народу, и от того, что здесь происходит, это также влияет на остальные нации и на остальные народы и на остальные земли. Ты знаешь, Дерек Принк сказал интересную вещь. Меня удивляют люди, которые молятся, чтобы в мире стало лучше. Он говорит, это не по Писанию, это не по Библии. Я тоже так не молюсь. И таких людей много молятся. Знаешь, они молятся, чтобы в Африке стало лучше. Знаешь, я слышу разные вещи, меня удивляет. Я был в Африке, я был в Индии. Некоторые люди, они молятся, чтобы было в Индии лучше. Нет, это неправильно. Но, понимаешь, там, если люди там не работают, если люди ленятся, если люди ленивые... Но это не только в Индии, это и в Израиле, и в России, и везде. Если люди ленивые, утробы, то... Правильно. Зачем молиться? Нужно выходить на работу утром. Понимаешь, в чем дело? Поэтому... А откуда у них нет работы, у них нет... Есть работа. Есть работа, конечно. А люди не хотят работать? Кто хочет работать, он идет работать. Ну, у них же еще кастовая система там. Ну, ладно, мы не о Индии сегодня. Да, мы сейчас... Хорошо. Давай... Мы сейчас о другом. Давай разберемся. Значит, не нужно молиться, чтобы в мире стало лучше. Хорошо. Нужно молиться на основании Слова Божьего. Хорошо. А нужно делать добрые дела в этом мире? Конечно. Написано в Библии, что люди, видя ваши добрые дела, они прославят Отца Небесного. Отца Вашего Небесного. Да. Конечно. А молиться, чтобы лучше стало, не нужно? Понимаешь, если молитва к Богу, она должна быть конкретной. Она должна быть конкретной. Ну, я молюсь, к примеру, к примеру, я молюсь. Давай мы рассмотрим нашу сегодня... Секунду. Я живу... Опять вернемся к нашей политической системе, к нашей проблеме политической сегодня в Израиле. Я живу в какой-то стране, где происходит сейчас финансовый кризис, или где происходит сейчас война, к примеру, глады, моры, как там написано. Я молюсь, я говорю, Господи, выведи мою страну, выведи, я молюсь искренне, выведи мою страну из этого кризиса, Господи, финансовый кризис, дай правильное правительство, мудрых людей, мудрых правителей, благослови их, чтобы моя земля, моя страна вышла из этого кризиса, благослови мою страну. Так нужно так молиться или нет? Нужно, во-первых, знать, почему кризис пришел в эту страну. Так я не аналитик, я не политик, я верующий человек. А я аналитик и политик, и верующий человек. Это как? И прежде чем я буду... Подожди, ты сейчас сделал серьезное заявление, подожди. Нет, 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 подожди, подожди. Я не политик, но я слежу за политикой, и не только в Израиле, но во всем мире. Нет, давай это уточним сейчас, я хочу сейчас... Обратите внимание, дорогие телезрители, что пастор Сергей, он не политик, он священнослужитель, это очень важно. Нет, нет, это очень важно, потому что... Да, да, сто процентов. Многие люди могут взять это и... Ну да, они могут взять это, я не политик, я просто слежу за политикой. Ты следишь за политической ситуацией, ты анализируешь, за геополитикой следишь. Вот есть какой-то геополитический кризис, к примеру, есть кризис финансовый. Мне нужно молиться в моей стране, чтобы все изменилось, стало лучше, или мне не нужно молиться? Ты говоришь, нужно узнать, почему это происходит. Я должен... Во-первых, и прежде чем молиться, я не буду молиться, и прежде чем я не узнаю, почему это происходит, и как правильно молиться об этом. А что это значит? Когда я узнаю, почему этот кризис пришел в мою страну, тогда я буду конкретно молиться у Бога и просить, чтобы вот... Откуда ты можешь узнать? Ты думаешь, прям все люди все знают, что ли? Не все люди все знают, но... Ну, как ты можешь узнать, к примеру, пастор Сергей, вот есть конкретный экономический кризис, как ты можешь узнать, почему он пришел? Ну, кризис пришел, может быть, для того, чтобы я поднялся. Допустим, кризис, который был по всему миру в 7-8-9 году, и он захватил Израиль, он мне позволил, в этот кризис я поднялся. Почему я должен молиться, чтобы не было кризиса? А если бы не было кризиса, я бы не поднялся в эти дни. Но так как был кризис, я поднялся, Бог, то есть с Божьей помощью, и поэтому я не молился, чтобы не было кризиса. А другие люди опустились? Кризис дается нам для того, чтобы во время кризиса подниматься, а не опускаться. Время кризиса – это хорошее время подниматься. Время пустыни – это время хорошее разговаривать с Богом. Время испытаний – это время хорошее, чтобы изменяться. Поэтому, понимаешь, мы, вот опять мы говорим об оптимизме, пессимизме, и мы не распознаем время, мы не понимаем… Какое-то название такое – пессимизм, пессимизм. Интересное название. Мы не понимаем, пастор Орен, мы не понимаем, почему это приходит в нашу жизнь. Надо вначале понять это, почему это приходит в мою жизнь. Мне все-таки больше нравится оптимизм, нежели пессимизм. Мне это слово больше нравится. Но как ты можешь неверующему человеку объяснить? Ты вот говоришь о духовных темах больше, ты пытаешься разложить это все. Но я начал программу с того, что мир катится, куда он катится. Непонятно. Я тебе задал вопрос, ты оптимист или пессимист? Неверующему о чем я должен объяснять? Я недавно буквально разговаривал с неверующим человеком. И я ему привел вот эти моменты, о которых мы сейчас говорим, пастор Орен. Что наш мир катится, он говорит, нет, нормально. Он даже не видит, что этот мир катится. Он говорит, все нормально. Нет, но мы с тобой о лозунгах уже давно говорим. Лозунги не нужны, они же тоже помогают. Нет. Ну, хоть немного, они же помогают. Кому? Лозунги нужны. Кому они нужны? Лозунги нужны, как не нужны. Лозунги нужны, подожди. На лозунгах были построены все революции. Ты не помнишь? Правильно, коммунистическая революция на лозунгах. Это дух коммунизма. То есть лозунг это дух коммунизма. Я великий противник лозунгов. А что должно быть? А хорошо, давай тогда поговорим об этом. У нас, допустим, есть многие друзья, которые провозглашают все время Слово Божие. А провозглашение нужно? Провозглашение, опять-таки, мы должны смотреть Слово Божие. Какие провозглашения были, конкретные провозглашения по какой-то ситуации? Я знаю многих людей, которые провозглашают годами, а ничего не меняется в их жизни. А почему? Что толку от этого? Потому что не только нужно провозглашать. А что нужно? Нужно действовать. Вера без дел мертва. Вера это не только слова. Вера это не только провозглашение. Это также дела. Вера без дел мертва, Библия говорит, очень четко. Поэтому провозглашение это хорошо. Но если ты только провозглашаешь и не действуешь, это не поможет. То есть действовать надо? То есть есть политический кризис, должен подняться какой-то человек и сказать, я хочу, чтобы ситуация изменилась, но молиться только недостаточно, нужно пойти и что-то делать. — Пойти куда? Не обязательно, нет, не нужно выходить на демонстрации и прозвышать лозунги какие-то. Знаешь, в политических вопросах мы должны быть мудрыми, мы смотреть должны на Слово Божие. — А давай о власти немного тогда, хорошо? Раз мы должны смотреть на Слово Божие. Всякая власть от Бога? — Всякая власть от Бога. — Ну ты знаешь, что я тебе люблю каверзные вопросы. Всякая власть от Бога? — Всякая власть. — Та власть, которая гонит Бога, гонит церковь? — От Бога. — Тоже от Бога? — Конечно. — И что делать? — Потому что на определенное время эта власть гонит, и мои родители, они были гонимы Богом. То поколение моих родителей... — Богом? — Ой, извиняюсь, властью. — Властью гонимы, да. — Они были гонимы властью, но они прошли, это были сильные верующие очень. Понимаете, что на сегодняшний день меня удивляют такие заявления верующих, когда они начинают там бороться против, ну, против тех гонений, которые происходят в их жизни. И если мы посмотрим, что... — Пастор Сергей, ну это непросто. Вот у тебя была церковь, ты хорошо жил, все нормально, приходили люди, каялись, не каялись, есть здание свое, а потом бах, и тебя начинают гнать. Ты ни с того, ни с сего, на тебя уже завели судебное дело, ни за что, ни про что. — И посадили в тюрьму. Мой папа отсидел пять лет в тюрьме за это. — Но сейчас же все-таки другие времена. Коммунизм пал, демократия. — Есть страны, где сегодня убивают и казнят верующих в Иисуса Христа. Иисус Христос сказал, гнали меня, и вас будут гнать. Вопрос в том, что истина находится всегда. — Хорошо, хорошо. Что мы будем в Израиле делать, если такая ситуация возникнет у нас здесь? — Во-первых, ее не надо ожидать, такой ситуации. Понимаешь? — А во-вторых, мы не должны бросаться на абразуры, как некоторые это делали. Если у нас сегодня благоприятное время, мы должны его использовать. Но если придет такое время, мы должны на основании Слова Божьего знать, что… — Не, у нас тоже есть гонение, но это гонение со стороны религиозных людей. Религиозных, я имею в виду, ты же понимаешь… — Я знаю, о чем речь идет. — Это религиозные люди, разные организации. — Ну, я знаю, мы проходили это все. — Да, которые говорят, что христиан, может быть, некоторые из них христиан называют своими друзьями, но нас, евреев, верующих в Иисуса Христа, в Ищуа Мессию, они гонят, и они всячески пытаются раздавить. Ну, у нас тоже есть разные ситуации здесь. Мы не просто здесь живем, и у нас все хорошо. — Конечно. — Сегодня вообще, ну, происходят многие вещи интересные. Но, по крайней мере, конечно, с властью у нас нет определенного диалога какого-то. Хотя, я скажу, в предвыборные дни, по-моему, у власти со всеми категориями… — Разговаривают со всеми. — И приходят к нам. — Со всеми группами, да. — Приходят к нам и разговаривают с нами. — Со всеми группами в предвыборные дни. Но вопрос в том, что диалог, наверное, все-таки уже какой-то диалог все-таки ведется с властью. Может быть, маленький, но он есть. Потому что мы, как мессианские евреи, платим налоги, служим в армии. Мы уже доказали своим поведением, что мы самые верные жители этой земли. — Да. — Это правда. — Да. — Когда мы выезжаем за границу, мы практически каждую нашу проповедь записываем. Она записывается, мы рекламируем это в хорошем смысле этого слова. То есть мы распространяем. — Мы говорим доброе о нашей стране, о нашей земле. — Мы призываем людей по всему лицу земли. — Благословлять Израиль. — Любить, благословлять Израиль. И меняем, может быть, умы многих людей из антисемитского мышления в любовь к Сиону, в любовь к Израилю. Уже сегодня власти смотрят на нас по-другому. Но мы не знаем, что нас ждет после выборов. Мы не знаем, что нас ждет даже завтра. Даже через минуту мы не знаем, что будет только Бог знает все. Он Бог, Он Егова. — И поэтому нам нужно доверять Богу, уповать на Него. И если это приходит, нам нужно, как в Библии написано, чтобы... — Бежать в горы? — Нет, принимать это. — Как что принимать? — Принимать страдания и гонения, как это случалось с братьями вашими, написано в Библии. — Да, это и сейчас случается в Иране, к примеру. — Да, это случается. — В Иране, в Северной Корее. — Да, и поэтому если мы научимся сегодня уповать на Бога, нам нужно завтра также уповать, что Он проведет нас через эти гонения. Смотри, что было в бывшем Советском Союзе. 70 лет, когда был коммунизм, верующих гнали. И потом никто, может быть, даже не ожидал, что придет время, когда все это закончится, занависть упадет и перестанут гонения. — У меня к тебе вопрос. — Да. — Верующие, ты говоришь. Мы можем... Кто такие верующие? Это пятидесятники, баптисты, православные, харизматы, католики. Кто такой верующий человек вообще? Сегодня полная неразбериха. В западном мире, в странах СНГ, в Израиле даже в самом, евангельское движение, православное, католическое, разного рода христианские группы есть, конфессии. Кто такой верующий человек? Ты можешь объяснить? Для того, чтобы наши телезрители... — Верующий человек, я думаю, в Библии написано, с искренним Бог поступает искренне. Это кто искренне верит в Бога, доверяет Ему. Написано, чтобы мы веровали и чтобы мы искали Бога, потому что ищущим Его Он воздает. Но сегодня на постевангельском, в постевангельском пространстве все больше и больше появляются голосов за воссоединение церкви. То есть идет экумения в своем роде, экумуническое служение. Многие призывают к тому, чтобы смириться перед Папой, допустим, и принять Его власть. Другие говорят, нам не нужно принимать Его власть, но мы должны соединиться, потому что все-таки мы исповедуем Отца, Сына и Святого Духа и так далее и тому подобное. Многие сегодня... Мы вот говорим о том, что мир катится, ну, мы не знаем куда, но катится он куда-то со страшной силой в пропасть. Это уже... Может быть, сегодня много новостных порталов, может быть, сегодня СМИ, масс-медиа сделали свою работу. Как ты думаешь, раньше, тысячи лет назад, такой беспредел, вот такие вещи происходили или все-таки раньше не было СМИ, да? Ну, да. Ну, вот я говорю, что, когда я разговариваю с этим человеком, он сказал, все так было, все так же одинаково, неверующий человек, просто средством массовой информации, сегодня все выдают. А ты думаешь, было так же? Нет. Зло выросло? Зло вырастает, конечно. Зло вырастает и подготавливается человек греха, да? Так написано. Да, последнее время. И вот, на вот этом фоне есть экономическое служение, и вот сегодня разные призывы идут, кто-то осуждает, кто-то принимает. Если у тебя нет ответа, я, ну, как бы, я понимаю, что это сложный довольно-таки вопрос. Что ты думаешь об этом, обо всем? Ну, вот что делать вообще? Ну, о воссоединении могу сказать, что даже сам Иисус сказал, что он отделит овец от козлов. Да, поэтому, ну, зачем объединяться овцам? Подожди, ну, ты же не думаешь, что твоя конфессия, у тебя нет конфессии, что твоя религиозная группа, к примеру, назову ее так, она лучше, вот мы овечки, а они козлы все. Не, я так не думаю, я так не говорю. Да. Но. Может быть, не дай бог, ну, я к примеру говорю, мы верим, что мы любим Иисуса, мы верим, что мы идем за Иисусом, мы верим, что мы стремимся к святости, а может быть, мы окажемся козлами. Прости меня. Нет, но это очень интересно, понимаешь ты? Не потому, что я сомневаюсь, я говорю, понимаешь, каждый считает, каждая религиозная группа считает, что она права. Это же, это правда. Но мы можем, опять-таки, мы можем в Слово Божие посмотреть, и, потому что это идет уже сравнение, мы сегодня начинаем с тобой сравнивать каждую группу с другой группой и с чем-то. Иисус Христос сказал, чтобы мы шли по Его следам. И мы должны сравнивать себя с Иисусом Христом, живя на этой земле. Хорошо. Иисус не строил здесь какие-то группы, Иисус не строил здесь какие-то вещи такие, но в Его, даже при Его жизни... То есть Иисус не пришел, чтобы... А ты согласен, что Иисус не пришел даже, как говорят мессианские евреи, Иисус даже не пришел, чтобы создать христианство? Конечно. Не пришел? Конечно. А что он пришел сделать? Он пришел, чтобы восстановить отношения человека, восстановить отношения человека с Богом, с Отцом. Ты можешь это назвать библейским иудаизмом? Нет, я не знаю, как это называется. И больше всего я могу это назвать, это возвратить своих детей домой, вот так вот в свой дом, и все. Вот так бы я мог это назвать. Я не могу к этому приставить какие-то христианства, иудаизм и тому подобное. Потому что все оставило свой отпечаток сегодня. Хорошо, но все-таки мы с тобой пришли к какому-то заключению, у нас осталась буквально минута, дорогие телезрители. Мы пришли к заключению, что все-таки мир лежит во зле. Так написано. И с каждым годом становится все хуже и хуже. Но для любящих Господа воссияет... Все содействует ко благу. Воссияет свет. Все содействует... Друзья, я обращаюсь к вам. Любящим Бога, избранным по Его изволению, все содействует ко благу. И все творение стянает и ждет откровения сынов Божьих. Друзья, сегодня просто доверьтесь Господу. Я знаю, что многие из вас проходят атаки, скорби и всякого рода давления. Но мы знаем, что любящим Бога, избранным по Его изволению, все содействует ко благу. И Дух Святой Он вам откроет в свое время то, что должно открыться. Библия говорит, не бойтесь, что сказать, ибо в свое время, когда нужно будет Дух Святой, Дух Отца Небесного, Он будет говорить через вас. Я благодарен тебе за эту программу, но мы должны еще записать программу, потому что мы не закончили все-таки много открытых вопросов. Что нам дальше делать? Друзья, я хочу вам сказать. Бог создал время, пастор Сергей. И время Он создал для того, чтобы все расставить на свои места. Он вне времени, но Он создал это время. Поэтому, драгоценные наши телезрители, время покажет, где Бог, а где его нет. Шалом вам из Иерусалима. Спасибо. Субтитры подогнал «Симон»